Добрый вечер, вы на канале модной практики. Добрый вечер. Сегодня мы с Олечкой собрались выпить по чашке кофе, обсудить все наши насущные эти, но не проблемы, а темы. Как не проблема, когда нечего надеть, мне кажется, вот это другим словом не назовешь. Ну будем это называть проблемой. Я всю жизнь эту проблему решаю, я всю жизнь озабочена, что мне нечего одеть, в то время, когда людям другие может быть кажется, что у меня много одежды, но в моей душе что-то постоянно меняется, и мне все время хочется что-то новенькое. У Оли тоже сегодня новенькая, у нее крепдышиновые брючки на хорошей батистовой подкладочке, широкие, свободные, классный вот такой коралловый горошек. Это я, я придумала сшить эти брючки, я очень собой горжусь. Новая блуза, кто не успел посмотреть, у меня подробное моделирование и подробный обзор готового изделия. Очень вот она, может быть, выглядит сложной, асимметричная блуза, но кроится очень легко, можно очень быстро сделать и носить все лето в любом цвете. Прекрасный топ из черного трикотажа. Да, еще хочу обратить ваше внимание, обратите внимание на серьги, обратите меня на колечки. У меня давно уже... Я вот так положу, чтобы было видно. У меня уже давно этот набор лежал, 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 а я совсем забыла про эти горошки коралловые и почему-то решила Оле подарить этот набор из своей коллекции. Это давно куплено. Вот я придарила ей как раз в то время, когда шились эти брюки, а потом сама сильно удивилась, потому что я про это не думала. И получилось вот прекрасно, если бы еще палец на ноге не был сломан и можно было бы одеть хорошие босоножки. Палец уже не болит, спрашивали. Он болит, конечно, если я одеваю какую-то обувь, он сильно болит. Пока еще никакую другую обувь носить не получается. Ну ничего, у меня будет на следующий год много летних платьев и я уже тогда оторвусь по полной. Как я смеюсь, зато в следующем году у меня будет много новой обуви, которую я не успела поносить в этом, но купила. Да, да. И я хочу сказать, что у нас была такая необычная неделя. Мы делали платье Боха. Очень отзывы хорошие по Боха. Я благодарна всем за то, что вот вы ответили, так меня поддержали. Но что самое меня удивило в этой всей истории, хочу рассказать, в этой истории меня удивила сама себя я. Ну я делаю Боха, да, мне все на столе нормально, нравится, но я знаю, что я не люблю этот стиль. Самое удивительное в этой истории то, что когда я одела сметанное платье, я не знаю, что за энергетика у этого платья. Я вся ожила, я уставшая была в конце дня. Я просто хотела вот тут скакать, летать. Я просто взлетела. Я не знаю, что за энергетика у этого платья. Прекрасное, прекрасное. Почему-то отношение моей души случилось к этому платью. Я этим удивлена сама. Ну а то, что многие любят этот стиль и нам благодарны, я очень рада. Также на этой неделе мы тут с Ингой немножко отмечали. Нас 800 тысяч, как бы прекрасная цифра. Нас уже больше, чем 800 тысяч, но мы стремимся дальше к миллиону. Я знаю, что многие из вас нас поддерживают. Мы тоже всем благодарны, что вы с нами. А я хочу немножко добавить про Ингу. Ну, такие замечательные отзывы вы оставили. Хочу рассказать, не буду ничего говорить. В случае один у нас соседка была раньше. И вот, например, если она скажет, что ты сегодня хорошо выглядишь, нужно обязательно вернуться домой, посмотреть в зеркало и подумать, что с тобой не так. А чаще всего она говорила, вы ужасно выглядите. И тогда это, когда мы выглядели классно, это значит, что ужасно. Поэтому на отзывы отрицательные мы не сильно обращаем внимание. Ну да, можно было там сказать, например, некоторые вещи, которые я сейчас даже не могу говорить. Я хотела сказать один. Ну, просто я, когда читала эти отзывы, вспомнила эту историю, мы до сих пор вспоминаем этого человека. Если я сказала, что ой, как ты хорошо выглядишь, такой возвращаешься домой, думаешь, что с тобой не так сегодня. Но вернемся опять к работе. А это же еще, как знаменитый Льда Рязана в фильме «Служебный роман». Хорошие сапоги надо брать. Хорошие сапоги надо брать. Ну, по этому поводу живем. Если нас сильно раскритиковали, значит, все нормально. Что еще расскажем? Про в клубе что происходит? Да, я хочу сказать вот что. Я буду сейчас рассказывать свои дальше ощущения. Была, гуляла я по Анапе и зашла в магазин. Там золотая линия или какая-то там линия. В общем, в Анапе есть хорошие бутики, где продается очень хорошая дорогая одежда. И вижу костюмчик вот из такой ткани, как у нас вот тут ткань лежит. Это лен и шелк. Прекрасная ткань лен и шелк. Я давно на нее смотрю, но не знала, что из нее шить. И вдруг я вижу точно из такой ткани, ну, может быть, оттенок какой-нибудь полоски, чуть другой, тоже в составе лен и шелк. А я очень люблю состав лен и шелк. Пиджак и брюки. Пиджак 89 тысяч, брюки 43 тысячи. Я на это все посмотрела и поняла, надо шить. При всем при том, да, вещи классно сшиты, они модные, они хорошо сшиты. Но, как правило, когда ты одеваешь свои вещи, которые на тебе... Ну, бывает, что пошел что-то померил. Нет, но я не могу покупать пиджак 89 тысяч и брюки 43. Извините меня, мне не один костюм в сезон надо. И цена тоже, конечно. Но, тем не менее, я хочу сказать, что все равно они не так классно сидят, как вещи, которые ты шьешь по своей фигуре. Короче, вот у меня тканечка, покажите, лен и шелк. Я буду шить пиджак, я буду шить пиджак. И мы прямо в клубе будем проходить пиджак, который будет у нас частично на подкладке. А перед тем, как мы подойдем к подкладке, мы пройдем всю работу с клеевыми материалами в пиджаке, частично покрытой подкладкой. Поэтому будем очень много нюансов проходить. И я очень надеюсь, что этот костюм у меня будет просто очень крутой. Но я, конечно, не хочу его одевать ни с блузкой, ни с топом, а я хочу какой-то хлопковый, из хорошей такой нитки хлопковый свитерок буду искать туда, чтобы этот свитер был трикотажный. Брюки, свитер и пиджак. Но я себе задумала, что я вот так вот должна выглядеть. Наверняка кто-то напишет, что правильно жакет, но сейчас такое время, что и тот, и тот термин в принципе... Я не преподаватель русского языка, не филолог, не претендую на правильность речи. Я думаю, если спросить любого филолога, как кроить костюм, пиджак или жакет, точно он не знает ничего про конструирование. Почему я должна знать? Как умеем, так выражаемся. Это хорошо, что наши еще зрители не слышат, как мы тут выражаемся. Это точно. У нас иногда с выражениями... Очень... Очень свободно мы тут выражаем. Очень свободно. Что еще мы можем рассказать, поделиться? Давай расскажем, что на модных практиках. На модных практиках мама. Я всегда готова делиться и рассказывать, что происходит на модных практиках мама. Мы напрочь забыли о том, что у нас есть дети. И я весь июль посвящаю матерям, которым нужно хорошо, классно и модно выглядеть. У меня платье, платье, платье. И вот у нас весь июль будет много платьев очень модных, очень классных. Поэтому присоединяйтесь, шейте вместе с нами. А вот в августе, в начале августа уже можно будет вспомнить и о наших детях и тоже им что-нибудь пошить. А очень классное платье мы сшили хлопок в стиле Максмара и с такой же мчужной серой отделочкой, с двумя замочками вот здесь. Платье готово, но мы не успели на этой неделе снять. Снимем обзор готового изделия на следующей неделе. Обязательно снимем и вы увидите готовый результат. Платье получилось просто волшебно. Ирина Михайловна просила, чтобы я в нем сейчас была. Я говорю, не будет уже того эффекта на обзоре готового изделия. Говорю, терпи. Сегодня мы обе в черном. Мы вот так вот. Так получилось. Так не сговаривались, потому что я тоже сейчас по такой жаре редко одеваю черное. Но платье тоненькое, шелковое, очень легкое, очень мне в нем комфортно. Я хочу сказать, что я как стояла за профессионализм, так и сейчас. Я стою, так и буду стоять. И никогда не отойду. Никогда не отойду от этого мнения. Просто некоторые люди расценили это так, как если я призываю к профессионализму, значит не смотрите других блогеров, смотрите меня. Нет. Сейчас очень много некачественной информации, непрофессиональной. Но дело в том, что и много профессиональной. Но как раз там, где профессиональная, там просмотры меньше. А больше вот эта вот непрофессиональная. Делают такие всякие видео народ. И они, конечно, молодцы, что делают. Но это не значит, что мы должны так одеваться и в этом ходить. Это просто невозможно. Представь вот такой кусок ткани, вот так посредине дырка. Здесь веревка, здесь веревка. Нужно это сюда привязать, тут, туда. Но я не знаю, куда в это можно ходить. Мы в таком не ходим. Мы в таком не ходим. Даже на пляж. И на пляж мы в таком не ходим. Поэтому будем внимательно выбирать вот для себя то, что нужно нам. Конечно, у каждой имеет там, ну как сказать, свое отношение к этому всему. И имеет свой уровень одежды. Но я за то, чтобы мы свой уровень постоянно повышали. Качество одежды нашей, той одежды, которую мы носим. Я не могу носить одежду, вот чтобы здесь были сантиметровые швы и так далее. Я это не одеваю. Мне обязательно важно, чтобы здесь были шовчики 4-5 миллиметров. И не больше. И невозможно меня представить в другом. Поэтому я за профессиональное отношение к нашей профессии. Я за грамотность. Как была, так и буду. Но когда эти вот комментарии касаются лично тебя, это легко пережить. Мне вот достаточно, ну как бы я себя же знаю, да, и я так не переживаю. Хотя многие меня и поддержали. Тоже вам спасибо. Но когда начинают критиковать, допустим, остальных людей других на канале, ну это немножко более болезненно. Например, это не касается меня. Я нормально воспринимаю критики. Это в основном, я извиняюсь, что я перебила, но просто уже не первый раз наши заказчики просят, чтобы мы не показывали их вещи на YouTube-канале. Это не потому, что они скрывают, потому что мы одеваемся. И не потому, что там им стыдно, что они на нас одеваются, что это не секрет. Просто пишут столько иногда негативных отзывов, когда мы хотим показать вещь. Вас не спрашивают мнения. Подходит. Человек мечтал о таком платье. Платье очень дорогое. Наверняка человек, заказывая такое платье, он уже знает, как он, может быть, будет выходить из лимузина в нем. Ему будут подавать руку. Да, женщина пойдет по красной дорожке. Ну, к примеру, да. Не все так скучно живут, как обычные люди. И, конечно, просто вот, конечно, все меньше и меньше готовых изделий, потому что много негативных комментариев. Да, много негативных комментариев. Когда мы показываем, например, длинное платье в пол, заказчица вышла, она просто как царица в нем. Она нам прислала видео. Она была счастлива, просто счастлива. Совершенно в этом платье. Но перед этим она прочитала, что как баба на чайнике, как колхозница, как это все ужасно. Вы просто как старые бабки там. Вы как там, я не знаю что. Ну, зачем такое писать? Вот что я удивляюсь. Поэтому давайте на модных практиках, ну, немножечко, чуть-чуть остепенимся. Раньше, когда канал начинался, мы показывали вещи на заказчиках. Они были не против. Викторию показывали. Помнишь, да? Да, у нас много было людей. Это же Ивановна. А сейчас все меньше и меньше, меньше и меньше. Вот благодаря такой обратной связи. Сейчас в основном показываем только Таню. Ну, я уже смеюсь, говорю, Таня, говорю, ну, к тебе придраться не к чему. Ты и красотка, и блондинка, и цвет волос у тебя то, что надо, и фигура, и нежиринки. Ты идеальная женщина. Да, Танечку, Танечку можно показывать. Она моя подруга. Если даже ее наругают, она все стерпит. Показываем Ингу, Ольгу, Танечку и меня. Ну, и как бы стараемся не показывать заказчиков. Заказчиков мы полностью прекратили показывать. Ну, и все меньше и меньше и меньше показываем вещи заказчиков. Поэтому все больше и больше и больше шьем себе. И это, конечно, тоже плюс. Да, поэтому я очень всех призываю. Вот просто хочу, я много раз говорила, давайте уважать пространство интернет. Ваше личное мнение, то, что вам вы думаете, как бы, ну, я не знаю. Ну, иногда надо приезжать при себе. Ну, можно выразить красиво. Своё мнение можно написать красиво, культурно. Там уже, наверное, скоро профилолога приглашать. Можно там не в лоб сказать, как все ужасно. Ну, можно просто выразить корректно своё мнение. И потом модные практики, это не только о том, что, как одеваюсь лично я. Вот если бы эти модные практики были, как одеваюсь лично я, и я показывала бы только-только-только свои вещи, видя бы у нас могло выходить там 2-3 раза в неделю, и мы бы показывали только-только мои личные вещи, это могло бы обсуждаться немножко с другого ракурса. Я показываю для тех, кто любит короткое, для тех, кто любит длинное, да для тех, кто любит широкое. Мы проходили платье такое вот свободное тоже, вот тут со складками по книге «Тысяча платьев». Я тоже от него получила шикарнейшую энергетику. Я его одела, оно вот такое классное. Нам пишут «В огород пойдёт, туда сойдёт». Ну, есть же люди, которые любят эти фасоны. Поэтому давайте уважать мнение вот всех остальных тоже. А я вот столкнулась со следующей проблемой. Чем больше себе шьёшь, тем больше хочется. Я уже пошила себе, сейчас шью третье платье, кстати, мы всё шьём на канале, всё показываем. Третье, это с моим? Нет, это без твоего, это я говорю про свои, которые на моём канале. А я же тоже на Олю моделировала платье. И больше, и больше хочется. Вот такие классные идеи. Я уже думаю, как сократить количество видео, чтобы побольше вам показать и побольше себе пошить платьев. Вот так вот мы вам всё рассказали, как мы тут живём. Вот эти комментарии негативные, конечно, немножко портят атмосферу на канале и лишают нас возможности показывать вещи, потому что люди заказывают за свои деньги, для себя, всё оплачивают. И им не нравится вот это. Они начитаются в интернете, уже достаточно какая-то такая неприятная нотка получилась. Нас один заказчик попросил, второй заказчик попросил, третий заказчик попросил не показывать вещи. Поэтому сузился круг до нас самих. А вот я хочу сейчас ещё вспомнить, для тех, кто говорит, что им некогда шить. У нас раньше, ну вот сейчас эта девочка вышла замуж уже давно, давно с нами не работает, не была у нас. Ну вот у неё как бы в жизни всё очень, думаю, хорошо сложилось. У неё была цель, хотя вот она шила и круглые сутки работала. К лету 90 платьев. Она говорила, я хочу к лету 90 платьев, или там сколько, 30, чтобы каждые там 3 дня менять новое платье. И она шла к этой цели. Она кроме работы, вот у неё была цель пошить себе много-много платьев. Когда она поняла, что она не успевает шить, она их начала покупать. Но просто вот вспомнила, почему-то и захотелось поделиться с вам этой историей. Я хочу сказать, что главное в нашей жизни – это позитив. Чем позитивнее мы сами, тем больше позитива мы притягиваем к себе. И продолжаем дальше в таком же духе находиться в позитиве, в твёрдом духе, в хорошем настроении, невзирая ни на что. Просто нам очень часто поступают тоже, сейчас такое время сложное, всё такое, всегда было время сложное, мы всегда выживали, всё прошло, мы остались, мы пережили перестройку, мы пережили постперестройку, мы пережили развал Советского Союза. Мы столько всего уже пережили. Я уже не помню всех дефолтов и всех сменных денег и всё, что было вот за все эти годы. Всё прошло, а мы остались. И сегодня всё пройдёт, а мы останемся. Мы с нашими детьми, маленькие дети, в чём виноваты? Ни в чём. Они хотят видеть радостных, хороших населений родителей. И пожалуйста, давайте, давайте вот это для них и создавать. Для них, для себя. Да, на этом мы с вами будем прощаться, потому что нам уже показывают, что надо прощаться, потому что мы-то можем бесконечно это вести тут свои беседы, болтать. Вы думаете, я с Олей часто вот так вот могу сидеть? Нет, нет, нет. И ещё раз нет, потому что очень сложно где-то встретиться. Даже в перерыве между работой я побежала в одну студию, она в другую. Она готовится к одному видео, я к другому. Только мы где-то встретились, опять мы где-то кому-то нужны. И получается, что очень редко мы можем вот так вот пообщаться. Хотя живём близко, работаем в одном месте, но не получается. На этом мы заканчиваем. Очень рады были с вами пообщаться. Всем желаем прекрасного настроения, новых платьев, хороших нарядов и уметь радоваться жизни, что бы ни случилось, что бы ни происходило вокруг нас. На этом мы прощаемся. Всего хорошего. С вами были мы, Паукшты Михайловна, Паукшты Ольга и вся наша команда. До новых встреч. Пока.